Всем привет! Выехали на очередную печь. Печь находится в 11 километрах от Никополя. Будет вот таких вот размеров. Сюда получается 7,5 кирпичей. Сюда 5. Вчера мы приехали где-то примерно в обед. Успели вот немножко фаску снять с кирпича. Наносили в каждую комнату. В общем, в каждую комнату. Комнаты большие. Вот так вот. В общем, кладка будет сложная. Почему? Потому что простенки стоят. И придется бегать в каждую комнату. С каждой комнаты придется кладку вести. Это немножко неудобно. Но ничего не подпишешь. В одной из комнат мы расположились. Вот видите, как нам на работу далеко ехать стал. И вот, пожалуйста, и ты уже на объекте. Так, по эту сторону у нас уже образуется колпак. Сейчас здесь вывожу восходящий канал. Здесь вывожу сейчас столбик. Это для того, чтобы потом можно было бы проще перекрыть этот колпак. Здесь уже формируем зольную камеру. Здесь, скорее всего, еще один кирпич добавится. Я еще не знаю размер колосников. Так, две прочесные дверки. С этой дверки можно будет чистить восходящий канал. Ну и эту часть колпака. С этой дверки можно будет чистить вот тут, вот эту сторону. Здесь будет восходящий канал. Его можно сделать как по эту сторону, как по эту сторону. Я решил сделать ее по эту сторону. То есть, здесь будет подвертка с одной и с другой стороны. То есть, кирпич станет один так, один вот так. И будет сформирован у нас восходящий канал. То есть, вот колпак наберется горячими газами. Будет опускаться, подныривать здесь под подвертку. И уходить уже на восходящий, ну, на второй колпак. Так, здесь формируется уже топка. Зольная камера есть. Такая вот конструкция углом идет. Довольно-таки внушительных размеров. Здесь вот нишу сделали. Для кота домик такой сделали. Будет греться там. С этой стороны. Вот тут вот духовка встанет. Три рубля пятьдесят копеек. Так, это восходящий канал. Это у нас колпак. Котофей спит. Вот его место, наверное, будет. Дверца у нас СВТ. Похожую мы ставили в келье. Где мы делали печь из старинного кирпича. Но только там со стеклом. Здесь уже сплошная. Размер ее двести восемьдесят на двести сорок. Не знаю, под какой кирпич она сделана. Придется нам вот такие вот кусочки установить. И на них уже будет ставиться дверка. Чтобы верх уже цельным кирпичом перекрыть. В общем, печь придумывается по ходу кладки. Не захотели мы, чтобы слишком большая была топка. Решили здесь канал сделать. Я так думаю, будет намного эффективнее. Здесь будет хайло. Все это будет проходиться огнеупорным кирпичом. Здесь вот выпилили уже для колосников. Ну и все. Вот там сейчас поставим духовой шкаф. Короче, духовочку. Шамотное ядро практически готово. Здесь находится хайло. Сюда он будет идти. Ну, пришлось вот такие вот пазлы делать. Вот так вот выпиливать. Можно было бы все это проще сделать. То есть огнеупор выложить на уровне с этим кирпичом. А этот кирпич, ну то есть в красном сделать пазы для плиты. Ну, что-то я захотел, чтобы с этой стороны полностью огнеупор защищал термический кирпич. Так как здесь газы будут самые горячие. В общем, придумали так. Сейчас проходим керамическим. Получается, здесь тычком придется проложить по кругу. Ну и внутрь будет уже ложиться непосредственно сама варочная плита. СМС-1 на 41 вот так. Тут можно сказать практически сухой шов. То есть более холодные газы будут уходить вот прямо вот туда вот там вот под подвертку. Здесь мы вот прошли вот такими тычками. И вовнутрь сейчас ляжет варочная плита. Сюда духовку воткнули. Так, ну что, вот мы дошли до перекрытия первого колпака. Здесь все-таки вот окошки, то есть горячие и газы будут проходить и в этот канал. И потом он будет идти здесь опускаться. То есть духовка практически со всех сторон будет обогреваться. Там установили задвижку прямого хода. Единственное, сейчас поставлю перегородочки, рассечки. Они будут идти со смещением, так как дымоход вот находится ближе вот к этой стене. В общем, вот газы будут выходить отсюда. Плохо видно. Открыл и они будут напрямую идти вот сюда вот в дымоход. При закрытой задвижке, соответственно, все будет уходить сюда. И пошло уже вот туда, в колпачину. С этой стороны вот духовка. Перекрыли кирпичом в клин. 20 и 21 рядом. Перекрываем и начинается второй колпак. Вчера уже по 2 часа взяли арочку. Как раз задвижка прямого хода здесь четко встала. Вот так выглядит второй колпак. То есть вот там вот находится выход с первого колпака. Это столбики я делаю для того, чтобы было бы проще перекрыть второй колпак. Ну а тут сам дымоход. Можно было бы его сместить сюда. И потом плавно вывести вот сюда вот. Подвертки находятся на четвертом рядку. Вот видно вот там. Ну и с того края. То есть сделал отсюда и оттуда вход. То есть колпак будет набираться газами и подныривать уже оттуда и оттуда. То есть то, что совсем нету. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»